Лучше поздно, чем никогда. Выступление Владимира Соловьёва в Екатеринбурге, запланированное на конец октября, пришлось отменить. Билеты продать не смогли, потому что две недели организаторы концерта молчали об истинных причинах неприезда сказочника номер один на Урал. Подозреваю, пытались придумать более-менее убедительную отмазку. В конце концов сказали всё как есть. Нет, я не буду вас сейчас обманывать. И кричать что-то из разряда «это значит пропагандист теряет популярность» — это не так. Популярность у человека по-прежнему сумасшедшая, в данном случае мы видим другое. Прокремлёвская звезда сдаёт позиции по отношению к думающей аудитории, то есть по отношению к тем людям, которым ещё что-то нужно от этой жизни, которые сами суетятся, сами зарабатывают деньги, которые могли бы позволить себе купить билет на шоу этого как будто бы журналиста и писателя, но не купили. Маргиналы же бабушки, бездельники всякие, туповатые алкаши по-прежнему слушают гений, развесив уши, но вот незадача, у маргиналов нет денег. Для похода на встречу с Владимиром Рудольфовичем. Ну что ж, каков поп, таков и приход. Вот как говорится, и это уже радует. Начинаем. А кремлёвские политтехнологи, меж тем, в режиме ошпаренной кошки пытаются придумать, как бы генералы от пропаганды вроде Соловьёва ещё и маргинальную аудиторию не растеряли с 1 января. Я напоминаю, Зомба-ТВ на всей территории России начнёт вещать в цифровом вещании. А что это значит? А значит это, что половина населения страны может остаться без ежедневной промывки мозгов. Это ведь сейчас, пока ещё гвоздь и ящик воткнул или антенну рогатую, и наслаждайся сводками от Кремлёвского политбюро, а через полтора месяца Скобеева и Зейналова на привычную рогатку ловиться перестанут. И что делать? Технике ведь приказ сверху не спустишь, чтобы программу время показывало в обязательном порядке, как хочешь крутись. Но вещание не должно прерываться. Бойцы Росгвардии с дубинками в этом случае тоже не помощники. Тут каким-то образом надо убедить самих маргиналов раскошелиться приставку, чтобы купили специальную не только, а как. Жительница Будённовска Любовь Яковлевна, услышав о переходе с января следующего года на цифровое телевизионное вещание и отключение аналогового, собралась была выбросить свой телевизор. Уже подумывая о покупке нового, прочитала тематическую статью в местной газете и поняла, что этого можно не делать. Вот, прихлебатели Киринка нам уже подсказывают, какие подарки маргиналам стоит дарить на Новый год. Только это ни разу не решение проблемы. И сейчас объясню, почему. Враньё, враньём, как в случае с этой бабушкой. Ой, внучек подарил мне приставку, и у меня теперь нет проблем. Там в другом беда. К нему, к роутеру, ещё дециметровая антенна. Нужна провод антенны, бла-бла-бла, а теперь барабанная дробь. Вы хоть раз, хоть где-то у пропагандистов слышали, во сколько покупка данных предметов гражданину обойдётся? Есть с дисплеем на передней панели приёмничков, и есть без дисплея. Вот. Кроме того, некоторые из них поддерживают Wi-Fi. Вот. Ну, это уже для молодёжи. Для бабушек, для дедушек хватает самой стандартной модели за тысячу рублей. Именно. Один только ресивер от тысячи рублей и выше. Но что-то мне подсказывает, что дешёвых приставок на всех страждущих не хватит, да и невыгодно коммерсантам копеечные приёмники продавать. Что они с них наварят-то? Дециметровая антенна, желательно уличная, комнатная может не потянуть. Плюс ещё тысяча. Кабели, разъёмы рублей 200, 300, 500. Ну и настроить всё это дело надо. Это как минимум ещё тысяча. И сама ж бабка на крышу дома полезет, и те провода затем по квартире тянуть поползёт. То есть по самым скромным подсчётам трёшник, даже чуть больше, это для пенсионеров-то. У которых пенсия 8, а ещё из неё 5 за ЖКХ заплатить нужно. Не смешите мои тапочки. Почём опиум для народа? Это реальная журналистика. Тему сегодняшней программы за меня уже герой небезызвестного фильма озвучил. Поехали! Вообще, то, что я вам рассказал сейчас, кремлёвские политтехнологи, конечно же, тоже понимают. Понимают они, и что врать по телевизору о том, что 8-10 тысяч рублей охрененная пенсия или зарплата – это один калинкор, лишь бы не было войны, да? А вот заставить человека раскошелиться минимум на 30% своего месячного дохода ради того вранья – задача гораздо более сложная. А вдруг в малых городах и сёлах решат плюнуть на это их телевидение в целях экономии? Вообще, катастрофа случится. Сегодня ведь основной электорат власти кто? Как раз та самая нищета лапотная, которая слащей редьки ничего в своей жизни не пробовала. Не потому, что не хотели люди, не знали они просто, что окромя редьки, то и в природе встречаются другие овощи. И по ящику-то об этом не говорили. А теперь прикиньте, если оставить всех этих избирателей без ежедневной дозы свежей лапши, так они ведь прозреют через пару-тройку месяцев. Случится ужасное. Думать начнут. Всё, Алис, нельзя такого допустить ни при каком раскладе. 40% всего населения Отяжевского района до сих пор используют аналоговое телевидение. Чтобы донести до населения необходимость перехода на цифровое ТВ, в район администрации собрали совещание, куда пригласили глав сельских поселений, местных жителей и прессу. Выигрыш заключается в том, что люди вместо 6-7 аналоговых каналов, которые сейчас они принимают на обычную антенну и смотрят в плохом качестве, получат возможность смотреть в хорошем качестве 20 телевизионных каналов. Вот, пожалуйста, то, о чём только что говорил. Уже и зима близка, люди как-то не спешат переходить на цифру, даже на сказки о каком-то там сверхъестественном качестве картинки. Не ведутся, жадничают, зараза. А посему подумали на Старой площади ещё посильнее и решили пустить в ход тяжёлую артиллерию. На Медне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко-Тютина призвала членов правительства рассмотреть возможность госпомощи нищим телезрителям. Короче, давайте, сказала Тютина, поддержим финансово тех наших соотечественников, у которых нет денег на все эти причиндалы. Ну, о чём выше вещал. И даже пригрозило. Вы меня не услышите, я до президента дойду. Слушайте, суперрово, а. Вот когда гражданам реальная помощь нужна, дорогу там сделать или мост построить, дорогостоящую операцию оплатить, слуги народа наши в кустах сидят и делают вид, будто не знают, не понимают, о чём речь, или... Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. А как только нависла угроза над национальным проектом «Тотальное одурачивание населения», все эти ребята вдруг засуетились. Давайте поддержим денюжкой бедняков. У меня вообще вопрос. Почему я этих бедняков должен поддерживать? Ну, вы же понимаете, коль скоро Тютина предлагает профинансировать всё это дело бюджетными деньгами, значит, платить будем мы с вами. Вот я и спрашиваю. Почему мы-то опять? Есть всероссийская государственная телерадиокомпания, которая на 100% финансируется из госбюджета, при этом коммерческие сделки всё равно проводит. Есть первый канал, который тоже за наш с вами счёт живёт. Есть НТВ, наконец, что на деньги национального достояния «Газпром» существует. Это ведь им больше надо, нет? Вот и пусть оплачивают расходы собственных зрителей по переходу на цифру только из своих денег. Какого на налогоплательщиков данный геморрой словно снова повесить собираются? И ещё один момент. Пропагандисты из ящика давным-давно стали чем-то вроде личной пресс-службы президента и партии России. Работают они главным образом не на меня, а на избирателя данной партии. Тогда, ребят, работайте как положено по избирательному законодательству, агитируйте за счёт собственного бабла. Ко мне в карман не лезьте, хотя зачем я опять это говорю? Ну и под занавес, господа, ещё одна приятная новость, связанная всё с тем же переходом на цифровое вещание. В РФ теперь уже для тех, кто предпочитает всё сделать заранее. Ну, о том переходе ведь ещё с 2011 года трындели. Кто-то подсуетился тогда, кто-то чуть позже, года три назад. Кто-то в прошлом году. Купили люди эти цифровые приставки и цифровые телевизоры заранее. А вот и выкусите теперь. Некоторое время назад Роскомсвязь в одностороннем порядке изменила стандарт будущего вещания, на который мы планируем перейти в январе с обещанного Т на стандарт второго поколения Т2. Так что можете выбросить свои приставки и телевизоры, и идти покупать новые, с чем я вас и поздравляю. Всё. Закругляться пора, это была реальная журналистика сегодня. Вот так. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка на неё прямо надо мной, больше полезного и интересного. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть чему порадоваться. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим спешу откланяться. Пока. Пока. Вера, почитай стуфлер, пожалуйста. А в эту субботу в 15.00 на канале Юпремьера. Три часа нового сезона Топ-модель. Так, всё хорошо по звуку. Пожалуйста, девочки, подправьте чуть-чуть Вере Гримм. Чуть-чуть она плестит. Вера, Кауридён, сейчас подводим всех. 40 секунд до эфира, Оль, пожалуйста, по речи. 35 секунд. Ты что сделал? Ты что сделал? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok